Мы помидоры снимаем, вот таким, так его видим. Видите, чуть-чуть зеленовато, потому что так и вкуснее. Учитые Абуладзе начинается горячая пора. Пока собирают спелые томаты один раз в два дня. Но буквально через неделю просматривать ветвистые кусты придется намного чаще. Все в душу я туда вложу. Каждый помидор я знаю. Я ухаживаю, как дитя. И Господь меня не обижает. Вот они все. Я радуюсь. Пока есть сила, буду трудиться. В семейной теплице больше трех тысяч растений помидоров хватает, чтобы накормить родных и близких, да еще и угостить жителей южной столицы края. Сорт предпочитает проверенные бычьи сердца. Семена готовят осенью. Мы собираем по спелости. Смотрим, в какая степень спелости. И там уже смотрим. То есть смотрим на визуально. Собираем мы урожай до октября. Да, есть сорта, которые очень долго у нас зреют, спеют. И собираем их очень поздно. С каждого квадратного метра этих ярусных кустов земледельцы собирают до 25 килограммов томатов. Сейчас поспели первые гроздья. Овощеводы, говорят, они самые продуктивные. А на вкус просто объедение. Эти томаты отечественной селекции поспевают точно по графику. В теплице настоящие помидорные джунгли растений, а выше моего роста томаты спелые. А если еще и разломить их, то можно увидеть, что они еще и сахарные. А на вкус очень и очень сладкие. Каждый год опытные огородники участвуют в конкурсе «Минусинский чемпион». Еще ни разу не оставались без призов. В этом году мечтают взять главную награду – автомобиль. Посадили несколько кустов номинантов. К этим растениям здесь особый подход. На День помидоров я обязательно их выставлю. Видите, такие вот. Все секреты я не буду рассказывать. Потому что это секрет. Так что ждите на День помидоров. Пока это штучный товар, помидоры разбирают знакомые и постоянные покупатели прямо с грядки. Буквально через неделю томатов поспеет предостаточно. Цена за килограмм знаменитых минусинских помидоров составит около 250 рублей. Овощеводы, говорят, главное – обеспечить жителей экологически чистой и относительно недорогой продукции. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Енисей. Новости.